Как лишь к ребятишке, с вами Става Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию Вы, если честно, даже не поверите чего Без нафиг модов Да, последняя серия без модов у меня выходила приблизительно 4-5 месяцев назад Я так посидел и подумал, а может у меня все же получится воскресить вот эту рубрику Может именно сегодня, может именно в этой серии вы мне поможете, ребята, вознести опять эту рубрику без модов На новый, новопостроенный педестал, где эта рубрика снова засияет А поможете, ребята, вы мне очень просто, просто поставь лайк на вот этот видосик Я, ребята, буду очень сильно этому рад Это всего лишь одна секунда, просто, просто лайк, пик, 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 и все, и лайк поставили Ничего сложного нету, но зато, ребята, если мы наберем много лайков на вот этом видосике То я буду знать то, что вы хотите продолжение рубрики без модов Потому что рубрика старая, но крутая Все про нее забыли, но может еще получится ее воскресить и возродить Может она заново засияет какими-то новыми красками Фиг его знает Но, ребята, что я выбрал в этой серии? Вот чем всегда славилась рубрика без модов А тем то, что я сейчас играю в Майнкрафте Какой версии? Давайте посмотрим 1.10.2 Я могу похвастаться То, что сейчас у меня нету ни одного мода Рубрика без модов хвалится тем, хвастается то, что Вы можете забабахать вот такой паровозик у себя в Майнкрафте Без единого нафиг мода Конечно, без единого мода, но зато вот с такой Махина из командных блоков Все, что вам нужно, это установить ресурс пак Чтобы были видны паровозики И скопировать большущую команду, которая будет в описании Ссылочка на команду Вести просто в ваш мир Майнкрафта Выдать себе командный блок АТ, Майнкрафт, командный блок Вот сюда, я просто не буду еще раз вот такую махину генерировать Просто поставить, вести вот сюда команду Которая там должна быть Нажать Always Active и нажать ОК И заслайся вот такая фиготня Давайте, ребят, я быстренько включу звучок Чтобы все было, а то перед записей там Носатые, выкали Э, 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 поэтому я звуки выручу Да, ребята Но, вы сейчас меня будете спрашивать Эдисон, а как нам сделать, чтобы получить такие офигенные паровозики? А паровозики, ребят, я вам покажу Как сделать, что они из себя представляют И многое другое А знаете, ребята, почему мне захотелось именно записать вот эту рубрику? Потому что с этой рубрики всё, в принципе, и начиналось. Все ютуберы записывали вот эту рубрику приблизительно год назад. И все ютуберы поднялись именно на вот этой рубрике. Год назад, когда я дружил с одним человеком, имя его полностью не буду называть, но его имя начинается на букву F. Вы просто его сейчас плохо знаете, он не был таким, он не записывал вот это всё, вот эти все сериалы. Он начинал с этой рубрики без модов, да. И, в принципе, все тогда начинали вот с этой рубрики без модов. Поэтому, ребята, я решил вспомнить, как же было, что же вообще это за рубрика такая без модов. У меня прям на ностальгию, ребята, пробило, вот честно. Если у вас тоже, если вы помните, когда все записывали без модов, ребята, влепите большой палец вверх. А сейчас давайте я, ребята, вам покажу, как, 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 как сделать тю-тю мазафака. Да, потому что, в принципе, в этой серии у нас только вот это и будет. Тю-тю нафиг и больше ничего. Ну что, ребята, перед тем, как показывать, на что же способны все наши поезда, давайте рассмотрим три типа поездов. А потом мы на них, конечно же, прокатимся. Первый поезд, в принципе, всё, что зависит, это просто цвет, внешний вид, больше ничего. Первое яичко, которое спамнит Steam, то есть обычный, самый простой, немного стародавний поезд. Как он выглядит, ребята, выглядит вот, вот так. Вот наш паровозик. Как он же круто выглядит. Даже какая-то анимация есть, да, то, что, мол, он же на углях там, то есть это реально старый уже паровоз, поезд. Поэтому, ребята, вот он выглядит как, ну, как-то вот так. А машинист у нас будет сидеть вот тут. Мы, в принципе, можем даже сесть, но поехать мы пока не можем, потому что паровоз ездит только по рельсам. В принципе, это, наверное, даже самый тупой школьник знает. Поэтому, ребята, зачем спрашивать, а почему ты сейчас ездишь? Потому что я сейчас не могу ехать. Да, давайте, ребята, рассмотрим следующий паровозик. Он выглядит приблизительно вот так. Что это за паровоз? Как я полагаю, это, да, дизельный паровоз. В принципе, он более так предназначен для перевозки различных грузов, больших, больших канистр. Наверное, мы все видели, когда есть такой вагон и большущая канистра с какой-то жидкостью. В принципе, это грузовой поезд, можно вот так сказать, для транспортировки каких-то других ресурсов. Сесть в него вы также можете, прям вот так внутрь, и смотри, как тут, как тут все круто выглядит. Вот, вот, немного, если, конечно, повернуться, будет невидимым, но все же, ребята, как же, как же все тут круто выглядит, да? В принципе, очень даже прикольно. И последний поезд, это у нас электрический поезд, самый обычный, то есть, можно сказать, в какой-то степени даже трамвайчик. Так, вот, электрический поезд, давайте тоже в него сядем и рассмотрим, тоже прикольный, опа, опа, все круто. Да, конечно, не очень хорошо видно, но все же, ребята, это еще не все. К каждому поезду вы можете добавлять определенное количество вагонов. Сейчас, ребята, мы рассмотрим, как это все делается. В первую очередь, давайте мы заспавним обычный поезд. Так, вот, это нужно сделать. Не забываем самое главное, ребята, не забываем то, что, когда вы спавните какой-то поезд, да, вот так, вам нужно нажать тут финиш трейн, потому что, если вы не закончите поезд, то другой поезд вы не сможете поставить. Именно нужно нажать вот сюда финиш трейн, сейчас, ребята, вы можете поставить другой. Конечно, не вот тут, потому что очень близко к другому, но все же. А если вы видите то, что очень, очень, очень много всяких поездов, то, в принципе, просто, ребята, вот так делаем и удаляем их, да, потому что они нам просто не нужны. И будут мешать очень, занимать много места И они вообще некрасивые, да, можно и так сказать Сейчас, ребята, мы рассмотрим, какие грузовые вагончики и вообще пассажирские вагончики вы можете добавить к этому паровозику Ваниль на Майнкрафте, я еще раз повторюсь, вы это сами можете сделать прямо сейчас Я не знаю, что вот там вот этот паровоз делает, честно Вы его можете сделать прямо сейчас Просто перейдите в описание, там есть вся нужная информация Да, ребята, в первую очередь давайте мы заспаним обычный паровозик, вот такой И сейчас у нас в чате появляется вот этот большой, много всякого выбора, да Если мы нажмем на сюда, на первую вот эту иконку, это вам добавится еще один вагон Старый вагон, потрепанный, который может перевозить трех человек Давайте, ребята, нажмем и посмотрим Опа, как видите, появился вагончик, крутой, да Если мы нажмем на вторую иконку, то появится еще один пассажирский вагон, но только новый Ну, в смысле, недавно построенный, можно вот так сказать Давайте нажмем И, как видите, реально новый Этот вагончик, в принципе, идеально подойдет Вот этот больше подходит для вот этого старого поезда, да А вот этот подойдет, конечно, для нового электрического Да, дальше, ребята Следующий Следующий вагон, который может перевозить какие-то, допустим, ресурсы Все, что вы туда можете, захотите, точнее, поскладывайте Складывайте, и он будет перевозить, ребята, все, что вам нужно Выглядит он вот так Следующий вагончик, который будет перевозить дерево То есть много-много-много дерева Я, ребята, все это вам еще покажу, только чуть позже Выглядит он вот так Как видите, у нас уже 4 вагона есть Следующий Следующий вагончик, который может перевозить мобов Да, в прямом смысле мы можем поставить моб-вагончик Я позже чуть покажу И он будет двигаться вместе с поездом Вот так Вот, круто, да И последний вагончик, мне кажется, он тут немного поломает вот это все Но последний вагончик, который может перевозить камень, руду, уголь и многое другое Выглядит он, ребята, вот так А сейчас давайте, как я вам обещал, сделаем небольшой тю-тю мазафакер, да Вот так, ребята Опа Опа От третьего лица В принципе, с помощью вот этой книжечки вы можете управлять всем, чем угодно Вы можете запустить поезд Вы можете остановить поезд Вы можете сделать самый настоящий тю-тю Остановить все поезда и также удалить все поезда Давайте, ребята, мы запустим Это, ёханый бабай, просто чудо техники Я вам отвечаю нафиг, смотрите Как мы все любим Майнкрафт Ребята, вот напишите в комментарии Каждый же из нас строил дом И потом какой-то еще один дом На каком-то большом расстоянии, да Все мы строили И мы строили железные дороги от одного дома до другого И как сложно было перевозить что-то Согласитесь Если вам нужно было, допустим, большое количество ресурсов перейти с одного места в другое То как же это все сложно делается А сейчас мы, ребята, остановимся вот тут Потому что тут у нас уже подготовленная площадочка И это, ребята, просто идеальный Идеальный вариант Вот смотрите Садись в этот поезд Сюда Допустим, вы играете с игроками Вы играете с друзьями на сервере Сюда сели три игрока Сюда сели еще три игрока Игрока И много подрались Потому что я хочу в новый вагон сесть Нет, ты идешь в старый А я в новый И вот так набили друг другу немного морды, да Потом Вы тут можете поскладывать очень много ресурсов Тут очень много дерева Тут Весь ваш сарай нафиг перенести Кур, свиней Бабушку, дедушку И всех остальных Из деревни в город А тут, ребята, все вам нужные ресурсы Поэтому, ребята, все я тут как раз идеально для вас подготовил Чтобы показать У нас есть три разных поезда Точнее, три одинаковых поезда Но просто разные вагоны В первую очередь, ребята Давайте рассмотрим то, что мы можем садиться В эти пассажирские вагоны Как я вам сказал Вот Я сел Просто офигенно Я, кстати, скоро буду на поезде ехать Поэтому Прям вот эта атмосфера Ааа Вы можете перемещаться Вот сюда, допустим Потом в другой Можете даже пересесть вот туда О, да Смотри, как я перепрыгнул Вот, ребята, мы в старом вагоне Потом опять Опа В новый вагон И как это все круто выглядит То есть Все вагоны полностью рабочие Да Ну а сейчас, ребята, давайте рассмотрим То, что я вам хочу показать Это грузовой поезд Где вы можете складывать Все нужные вам ресурсы Вот, допустим Вы заходите в вагон И тут у вас есть три сундучка Нет, я не хотел одеть Я не хотел это одеть Три сундучка Сюда складываем вот это, допустим Золотые штанишки Лук, стрелы, изумруд И хавчик Другой складываем Вот это, вот это, вот это И третий там Зелье, кирку Пирожок И краситель Все Вагон заполнен Идеально Три сундука Могут вместиться в этот вагон Вам не нужно таскать с собой Больше Офигеть, сколько много вещей Потому что у вас есть Вот этот вагон Который даже офигенно выглядит Да Следующий, ребята, вагон Это Для дерева То есть, как видите Тут ничего нету Но Мы его должны загрузить деревом Поэтому, ребята Нам понадобится Вот это яичко Которое называется Лот-вагон Который загружает вагон Как видите, в чате написало Вагон-лодинг То есть, загрузка вагона И сейчас, ребята Мы можем кидать Допустим, в него Кинем стак Березового дерева Допустим, стак березы Смотрите, как это офигенно выглядит Это просто офигеть Это просто офигеть Смотрите, как он круто выглядит Потому что В него мы загрузили стак березы К сожалению, мы не можем комбинировать Допустим, одно дерево и другое Но Мы можем кинуть в этот вагон Не один стак А целых 10 Как там это проверить? Мы берем вот это яичко Которое написано Проверить вместительность вагона Нажимаем на вот этот вагон Под него И, как видите У нас загруженность Один стак из десяти Поэтому, ребята Мы можем еще один выкинуть Еще один Еще один Еще один Еще один И, допустим, еще один Да? Проверяем еще раз Семь стаков из десяти Просто офигеть Просто офигеть А если, допустим Нечаянно, да? Вы немного что-то там Имеете ручки жутки Ну, я образно говорю, да? Ну, все же Ну, все мы знаем, что Мы все такие Немного криворукие, да? Поэтому, ребята Если вы, допустим Сломали Нечаянно Вагон То не грустите Потому что ваши ресурсы Не пропадут Если вы сломали вагон Ресурсы все вам вернутся Поэтому, ребята Вы не будете разочарованы И приступаем к последнему По нашему поезду Который Ну, может содержать себе Мобов Да Действительно Мобов Как видите Мобы могут быть помещены Вот сюда В этот крутой вагончик Все, что нам нужно Это просто заспавнить Моба под вагоном Как видите Моб у нас в вагоне Точнее Мишка у нас в вагоне Допустим Спавним сейчас Допустим Допустим Нет, курочка не туда Мы можем также Курочку затолкать внутрь И как видите Курочка у нас в вагоне Даже можем заспавнить Жителя Житель будет в вагоне Можем заспавнить Свинюшку Свинюшка тоже будет в вагоне И простите, пожалуйста Меня извините Господа Но Крипер у вас тоже В вагончике будет Кстати, где Крипер? Крипер куда-то испарился, да? Крипер Крипер Нет, Крипер не хочет спавиться Потому что, мне кажется Кто-то другой Занимает очень много места Крипер пока не спавится Но, ребята Как видите Вы реально можете Переносить Перевозить Вот этих всех животных В своем Вагончике А если вы хотите Чтобы животные вышли Вам нужно просто Вот этим яичком Unload вагон Тыкнуть Под этот вагон И все животные Просто с него выйдут Идеально Просто идеально Идеально Да Ребята Последний вагончик Что он делает? Давайте, ребята Мы посмотрим Он может перевозить Различные ресурсы Допустим Допустим Золото, да? Он также работает Как вагончик С деревом Мы просто берем Выкидываем Нет, сначала Сначала Сначала, ребята Мы загружаем Точнее Лот вагон Загружаем его С помощью вот этого яичка И потом выкидываем Стак золота Смотри Как он идеально выглядит Он реально Полностью заполняется Даже анимация То, что вагон Реально заполняется Вы видите Что все работает Мы также можем проверить Вместительность Вот этого вагончика Вот И как вы можете заметить Один стак Из десяти То есть Мы сюда еще можем кинуть Десять стаков Золота Девять Я извиняюсь И в принципе, ребята Все оно Вот так работает Все, ребята Круто Допустим Вот сюда мы Загружаем Кидаем потом Один стак Другой стак Третий стак Идем сюда Загружаем Вот этот Сюда кидаем Стак Я сказал стак Я сказал стак Мы кидаем сюда Стак Вот Вот Загрузилось Сюда мы, ребята Кидаем потом Ну, что мы сюда кидаем Допустим Допустим Криперочков Да, мы хотим Бомб Нет, я сам сел, мы хотим бомбы, да, поперевозить А почему, а почему, а почему они не хотят сюда садиться, а? Я, я вот, я вот, у меня вот такой, ребята, вопросик есть Вот, допустим, да не я твой, там, кстати, ребята, вы тут сами можете Самых непослушных друзей вы можете сами перевозить вот в этом вагончике Я не знаю, почему они не хотят спаяться А-а-а, я знаю почему, потому что у меня писфут Тупая башка Тупая башка, вот, ребята, вот, один, два, три И у нас, ребята, вагон полностью заполнен криперами Вы там осторожнее в поворотах, потому что если чуть-чуть их заденете, то будет бум-бум-бум, да? И, в принципе, ребята, сюда вы также можете насадить людей Сюда вы можете насадить, наложить кучу всяких предметов Вот, допустим, вот этот весь хламщик мы выложим Вот так, вот так, вот так, вот так, что нам сейчас не надо Вот так, вот так, это все Нет, это заберем, потому что мы, в принципе, не сможем тогда управлять паровозиком И все, ребята, берем, опа, опа, опа Садимся, кондуктор, тю-тю Давайте, кстати, сделаем тю-тю Ой, как же круто И, опа И мы поехали, и все за нами, поехали Поехала все криперы в вагоне Все ресурсы Все дерево И также Все Алмазики или что там у нас? Все золото, да Вот мы, ребята, прибыли на нашу станцию Опа, опа, опа Опа, опа, опа И вот тут остановились И вышли И вот, ребята, все вот так работает Ребята, если вам все же понравится вот эта рубрика без модов Если вы новенькие, если вы не знаете, что это за рубрика А кто знает, кто реально ностальгирует по этой рубрике Ребята, ставьте большущий палец вверх Я буду рад, если мы наберем много лайков Я пойму то, что вы хотите продолжения Я дальше буду записывать рубрику без модов Если вы, конечно, этого хотите Ребята, поддержите меня лайком Подпишитесь на мой канал Я буду очень сильно этому рад И всем я вам скажу еще раз большое спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока